итак друзья всем привет на канале ежмот от столбока сегодня такое неформатное видео времени на поездки в гараже гараж у меня сейчас очень мало вот поэтому хотел поделиться некоторыми мыслями по поводу ремонта двигателей осенью где-то в октябре мне приносили двигатель от юпитера с вопросами можно ли его отремонтировать ну по словам владельца он говорит что этот двигатель использовался мотоцикл на нем передвигался мало того это было еще с коляской и как бы он бы хотел просто его немножко освежить так скажем да то есть как-то восстановить привести его в чувство ну и хотел сегодня об этом поговорить то есть скажу сразу ремонт я не стал проводить даже несмотря на то что там двигатель запускался ездил ну сейчас объясню почему и так смотрим здесь вот у меня некоторые фотографии их немного стойки со мной не было чтобы снимать можно было ставить камеру это было там в сарае в деревне вот я делал просто несколько фотографий с целью возможно поделиться с вами и так начнем вот первая фотография здесь как бы на первый взгляд ничего особенного двигатель юпитера перевернут но видно что вот этот лючок он стоит наоборот здесь должны быть потай винты с этой стороны чтобы было все равно не знаю почему так установили это уже наводит на мысль что в двигатель двигатель до этого ремонтирую ремонтировали не квалифицировано ну как бы наоборот и наоборот мало ли следующий слайд это общий фон просто фотографии вот так вот он разными красками здесь краска герметик здесь белый герметик красный зеленая краска такой вот двигатель так вот я снял эту крышку маховика и видим вот эти потай места как раз о которых я говорил вот дальше ну и сразу же видим что отсюда скорее всего бежал масло и поставили две прокладки вот нежели выпрямлять крышку саму который прижимает дали бы найти другую если уж не хотите выпрямлять поставили две прокладки но это допускается ничего страшного мое мнение нужно этот узел сразу восстанавливать без всяких прокладок дальше основная проблема человек сказал что он поставил новую поршневую и как бы его не устраивает работу мотоцикла большой звон нет тяги и так далее но внимательные зрители уже увидел поршня стоит наоборот вот эти вот замки они должны быть на выхлопе поэтому кольца новые поршни были новодельные тоже новые цилиндры как я понял да двигатель юпитер 4 один из первых один из ранних выпусков у него вот эти вот каналы продувочные они довольно широкие и получается что у него максимальный крутящий момент довольно высокий на более высоких оборотах больший крутящий момент то есть он самый мощный двигатель среди юпитеров считался там 28 лошадиных сил если не ошибаюсь вот сейчас сделаю вставку с фотографией сравнения характеристик двигателя юпитера 5 и 4 вот она вот видно да что у юпитера 5 у него максимально крутящий момент достигается на более низких оборотах но позднее после восемьдесят второго года двигатель юпитер 4 дефорсировали потому что было много жалоб на низкую надежность и он стал уже не 28 лошадиных сил а там 25 или 24 сейчас затрудняется так по этому двигателю видно что поршни поставили наоборот скорее всего я сейчас уже не вспомнил здесь была стрелка наоборот сделано то есть по литературе на поршни вот здесь вот сверху на бобышке там рисуется стрелочка которые и в литературе указывается что этой стрелкой нужно ставить на впускной на впуск то есть в сторону карбюратора ну человек как бы взял и поставил как нужно но по факту нужно смотреть чтобы кольца не попадали замки колец не попадали в продувочные окна иначе неминуемо это приведет к поломке колец самих заклиниванию двигателя ну так как поршневая была свежая здесь зазоры маленькие человек повезло она кольца не обломились не задрало то есть цилиндры остались целы и так дальше но здесь вот шпилька состояние ну и фотографии вот еще одного поршня то есть видно да что нижнее кольцо почему-то и верхнее на другом поршни установили старой непонятно возможно когда устанавливали их поломали потому что кольца замки колец наоборот соответственно когда могли монтировать просто попала в выхлопное окно и поломала человек взял и ну вот видно да что поршень побит тоже сверху далее это общий план здесь вот стоит план шайба металлическая токарь ему вытачивал переходное с 6 вольт на 12 двигатель один из самых первых юпитеров 4 мне было интересно его посмотреть то есть вот ну вот так вот такое состояние дальше вот это фото было сделано из-за того что вот в этом месте очень огромный слой герметика было и видно что вот отертками вот здесь ковыряли плоскость картера вот здесь удары от молотка очень серьезные причем то есть я так понимаю когда двигатель разбирали не не все болты из-за грязи двигателя не все болты нашли который стягивает половина картера и пытались разъединить половинки вот как есть долбили молотком сюда ковыряли отверткой и наковыряли так это опять общий вид вот я отодрал этот герметик видите да какая щель но это недопустимо дальше это еще раз я место показываю которым сейчас сказал по которому шлепали молотком вот оно же так ну вот я его разобрал что значит у нас внутри это общий план вскрытие дальше интересно вот видим крышка правого картера 886 1 2 3 4 5 1 2 но тут короче огромное количество кернений вот видите удары на коленвале очень сильные то есть коленвал выбивали в ту сторону ударами это тоже недопустимо после таких ударов на какой-то центровке коленвала можете даже не думать вот 886 ее номер этой крышки а половинка 2005 как следствие вот эти внутренние крышки коленвала они не с этого двигателя напомню что вот эти крышки точится за одну установку вместе с половинами картера то есть берется левая половина картера правая вот эти крышки отливаются они же номеруются имеет тот же номер что и у двигателя или точится за одну установку сквозь все раз два три четыре сквозь все четыре посадочных места под подшипник вытачивается за одну установку дабы соблюсти соосность чтобы у вас потом не было никаких перекосов биения и двигатель не разваливался на оборотах при работе вот сюда вот засунули то что было вот номер картера далее по коробке коробка также изношена собрана неправильно как следствие выработались вилочки вот это посинела вилка большой выработкой это только но здесь тоже довольно большая выработка ставить ее уже нельзя вот здесь лучше видно со вспышкой такая вот прелесть вот еще фото так то есть вилки на векенштейн здесь еще одно фото опять же да старое кольцо оба поршень под но все это что-то как-то работало он говорит я ездил у меня все было нормально далее маховик маховик видно что также не попадали на коленвал вот здесь вот здесь и долбили по нему вот эту часть она видите как то все тут ровно тут в край идет это вот более-менее ровно но тут вот присутствует наклеп на самой поверхности внутренней вот этой вот то есть маховик допуски по коленвалам там пять размерных групп позже было три размерные группы вот и там три микрона по моему допуска идет но вот с таким маховиком вы как следует уже не сможете стянуть коленвалы это неправильно так другая крышка здесь уже 305 то есть картер 205 крышка 305 это левая половина картера то есть мало того что крышки другие так они еще и не парные то есть там вообще оттаск какой-то происходит видите да сколько грязи двигатель был собран с грязью с песком там с каким-то и вообще ужасно конечно попадались двигатели которые были неправильно собраны но такой не скажу что впервые но очень нехорошо так же вот долбили тут миллион раз в общем двигатель из хлама вот эти вот стопорные кольца видите я отверткой отодвинул и здесь вот громаднейший зазор то есть стопорные кольца они просто провалились пазы как они не вылетели я не знаю просто не знаю наверное обороты двигатель не давали либо он поработал не очень большое количество времени да это видео кстати можно включить посмотреть вот смотрите видно да то есть болтается внутри надо просто чудо вторичный вал в коробке имеет огромный люфт здесь вот сейчас паузу поставлю видите трещина вот такая вот красота это другой поршень но кольца стопорные также точно также имеет такой вот зазор дальше еще интереснее такого ремонта коленвала я еще не видел здесь получается вот эти вот цапок цапка коленвал должны должны иметь три размерной группы сам по сами коленвалы у меня есть видео на канале можете посмотреть и там подробно об этом рассказываю и вот эти вот диаметры этих цапов не должны разниться там 5 микрон иначе маховик не зажмет здесь вот видите как вышли из положения здесь взяли наклепали керном вот такие вот вещи скорее всего маховик не зажимал и вот тут вот наклеп такой сделали опять же удары по коленвалу вот эти вот места к слову эти коленвалы шатуны не имеют люфтов то есть человек просто испортил коленвалы хорошие вот таким вот видом их конечно можно восстановить там хромированием напылением димитом другими какими-то вещами попробовать но на данный момент на юпитер проще найти другие коленвалы исправные парные чем пытаться восстановить их и так далее то есть можно отложить пока в дальний ящик это вот другой коленвал другая половина видите здесь обточена напильником то есть вот выработка места получается вот от цапов больше чем та ту наклепали а эту обточили напильником повторюсь это видео как не надо делать все любят показывать как надо делать но я очень мало в интернете встречал как не надо делать вот так делать нельзя это не будет работать вы заведете двигатель будет работать но будет такая мясорубка маслянка это кошмар так ну вот в принципе то и все что я вам хотел показать не забывайте о том что это все механизмы это все точное но как следствие человека было отказано в ремонте я сказал что этот двигатель я не буду восстанавливать по причине того что это не целесообразно потому что в принципе он некомплектный то есть нет крышек вот этих внутренних коленвалы новогенштейн коробка под ремонт вторичный вал под замену подшипники и сальники соответственно при любом ремонте меняются поршни тоже под замену по факту а да и половинки они были соответственно просажены посадочные места под подшипники они все от руки ну вот и да и мотоцикл без документов какой смысл восстанавливать этот картер никакого ну вот друзья не забывайте что так делать не нужно конечно если двигатель это у вас уже попался в таком виде здесь нужно реально оценивать ситуацию поэтому было разобрано дефектовано и свое мнение сказано причем все это разбиралось за один раз потом все назад собрано и все он лежит этот двигатель человек расстроен он на нем ездил но не знаю ребят назвать это ездой вот так вот друзья пока все на этом спасибо что смотрите меня подписывайтесь на мой канал чтобы не потерять меня в сети интернет потому что сеть паутина большая сегодня вы посмотрели вам какое-то видео понравилось завтра попробуйте меня найти возможно забудете название моего канала поэтому подписывайтесь всем буду рад на канале задавайте вопросы свои в контакте в одноклассниках я всем отвечаю стараюсь разобраться до последнего вот но показал это видео для того чтобы вы понимали то есть если у вас проблемы с двигателем нужно говорить обо всех проблемах то есть ничего не утаивать как разбирался ли двигатель кем он разбирался и так далее потому что человек говорит тоже у меня двигатель работает но плохо вот я его разобрал собрал там все правильно ну вот вы видели на видео насколько это может быть правильно собран пока все друзья всем доброго всех благ